У каждого своя борьба. Единороссы борются за наше с вами светлое будущее, коммунисты с единороссами. А вот уполномоченный по правам человека в Ивановской области Андрей Кабанов избрал в качестве объекта борьбы борщевик – ядовитое растение. Борщевик сосновского опасен тем, что он содержит особые вещества, которые вызывают ожоги при ультрафиолетовом излучении. То есть опасность, самое главное в том, что контакт с борщевиком абсолютно безболезненный. И последствия могут проявляться примерно через 15 минут, через полчаса, через час после контакта. То есть на коже начинают появляться пузыри, ожоги. Они очень долго и трудно проходят. Растение это не местное, оно заносное, оно пришло к нам из других регионов. История появления заслуживает особого внимания. Но на сегодняшний день, особенно по обочинам дорог в нашей области, в нашем регионе, это растение встречается все чаще и чаще. В одной из соцсетей Андрей Кабанов поделился с читателями, что направил письмо о необходимости борьбы с этим опасным растением на имя губернатора. Безобидная заметка вызвала волну интереса у блогеров. Но главный вопрос, терзавший всех, это, конечно же, почему именно уполномоченный по правам человека озаботился этой проблемой. У нас Конституция гарантирует право каждого на благоприятную природную среду. А борщевик является, ну, пожалуй, самым на сегодняшний день завозным опасным растением, которое на территории области распространяется чрезвычайно высокими темпами. Если сейчас уже несколько сот гектар занято этим паразитом, то у нас в течение 10 лет, может, до 40% земель и нашего природного ландшафта захвачено этим растением. Сорняком уже успешно борются в Ярославской, Нижегородской, Вологодской и других областях. Возможно, вскоре ядовитое растение искоренят и у нас, чтобы впредь оно не нарушало прав ивановцев. Наталья Романова, Андрей Семиволков, Олег Мелехин, РТВ Иваново.